Друзья, всем привет. Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня я расскажу, как делать массаж камнями, как к нему подготовиться, для чего он нужен, как удобнее использовать камни, какую печку приобретать. У нас уже были похожие выпуски, но вопросы поступают от вас. Поэтому мы решили немного повторить. Может быть, сегодня я расскажу про те нюансы, про которые не рассказывала ранее. Начинаем с печки. Печку я всегда рекомендую покупать большую. Здесь 18 литров. Печка большая. Для чего она удобна? Потому что можно разложить камни, как удобно. Они у меня лежат в определенном порядке. Поэтому мне не нужно как-то их доставать, как-то пытаться найти, обжигать себе руки. Камни можно доставать деревянной лопаткой. Но я достаю руками. Вот так делаю вдох, потом выдох и достаю камень. Можно лопаткой. Но лопатки сейчас у меня нет, она сломалась. Еще также удобно использовать термометр для того, чтобы измерять температуру. Здесь вода наливается, раскладываются камни. На дно я кладу полотенце, для того, чтобы не слышать именно стук камней. Здесь уже 55 градусов, максимум 60. Для мелких камней очень удобно использовать сачок из магазина. Мелкие камни можно достать целиком сразу. Но сегодня пока их использовать не буду. Спрашивают, сколько камней нужно для того, чтобы начать делать массаж камнями. Хотя бы возьмите 20 средних камней. Это будет минимальный набор для того, чтобы начать работать. Большими профессионалы хорошо работают, начинающие, новички. Большие камни могут использовать только для раскладки. Рекомендую такие камни для новичков, которые помещаются в руку. Это очень удобно. Маленькие камни считаются средними. Тоже не очень люблю использовать, потому что они быстро остывают и приходится очень часто возвращаться к печке. Для того, чтобы начать делать массаж, я беру сразу несколько камней, чтобы каждый раз не возвращаться, не бегать, чтобы уже можно было достаточно хорошо прогреть холодные стопы у клиента. Наношу масло сначала. Масло тоже лучше наносить теплое, разогретое. На камни масло не наношу. Наношу масло. Сейчас ты согреешься. Чувствуется, что стопы холодные. Можно начинать двумя камнями сразу работать. Не очень горячие, 55 градусов. Одним удобнее. Можно более глубоко разогреть. Прикладываю сначала камень. Моим рукам более горячо, потому что зоны у клиента меняются. Я прикладываю ток пальчиком, кто к середине стопы, то к пятке. Сегодня они не так сильно нагрелись. Когда пальчики замерзли, можно прижать камень к пальчикам и поработать со стопой, с пальцами. Это очень приятно. Вы будете делать массаж и в тот же момент разогревать зону стоп, создавая нейроседативный эффект, как перед сном. Когда зона стоп повышает свою температуру на 1 градус, мы расслабляемся, засыпаем. Здесь мы это делаем искусственно, но тоже, несмотря на то, что это искусственно, создаем эффект расслабления нервной системы. Здесь я уже работаю ребром камня. Приятно, когда камень нагревается. Здесь он остыл. Я его пока оставлю. Также беру сразу другой камень. Здесь я их положила, накрыла полотенцем, чтобы они не остывали. Старайтесь реже подходить к печке. Сразу возьмите много камней. Для этого можно ставить печку ближе, не так далеко, как она у меня стоит. Или располагать ее в середине кушетки, то есть в зоне, где центр кушетки. Нигде она сейчас в ногах стоит. Тогда будет, наверное, удобнее. Либо я использую стул на колесиках, когда я могу выложить очень много камней на него и передвинуть туда, куда мне удобно. Сделать раскладку этими камнями. Такую процедуру делать 2 раза в неделю. Можно чередовать ее 1,5-2 часа. Процедура длится. Можно 2,5 часа. Чередовать ее можно с различными видами массажа, обертываниями. Не важно, что пациент, клиент делает постоянно. Можно чередовать с этими процедурами. Температура тоже восстанавливается индивидуально. Я предпочитаю высокую температуру, потому что всегда камни остывают быстро. Особенно зимой, осенью, когда эта процедура популярна. А когда они плохо нагреты, в этом уже больше сложности, чем когда они больше разогреты. Я чувствую, что у меня камень уже остыл. Я также просто никуда не уходя от клиента, не бросая его, беру камень уже более горячий. Также могу работать. Так бывает в работе. И что делать? Если камень упал, вы не кидаетесь за камнем. Он у вас не единственный. Не пытайтесь его взять в руки, подобрать, помыть. Он у вас упал и упал. В конце процедуры вы его достанете, продезинфицируете. Не нужно ничего делать, суетиться. Также обычно я делаю с банками. Если банк у меня упал, их несколько вакуумных банок, то я ее только беру после процедуры. Дальше я подхожу к печке. Достаю два камня. Можно достать четыре. Таких средних тоже камня. Перед тем, как работать камнями, можно сделать легкий массаж ручной. Можно его не делать, но масло нужно нанести. Противопоказаний в работе с камнями достаточно много. Можно посмотреть в любом поисковике. Одно из них при любом массаже различные ОРВИО, ОРЗ заболевания, повышенная температура тела. Различные ссадины, порезы на теле, ожоги. После инсоляции сильных, загара. Если вы загорали, то 2-3 дня не рекомендуется делать. При онкологических заболеваниях в период ремиссии. Разогрев не рекомендуется. При гипертиреозе, сахарной диабете, некоторых аутоиммунных заболеваниях. На самом деле каждый пациент знает о своих противопоказаниях. Я больше ориентируюсь на то, как клиент себя чувствует после процедуры. Если он хорошо расслабился, расслабились мышцы, успокоился, отдохнул на процедуре. В течение дня после этой процедуры, значит это его. В массаж камнями влюбляются в основном все мои клиенты. Это расслабление, это релакс. Это очень глубокое расслабление мышц после тренировок, снятия спазмов, зажимов. Поэтому без каких-то грандиозных усилий я могу глубоко расслабить мышцы. Клиент в этот момент может не напрягаться от боли, а расслабиться. Также у нас есть видео урок по массажу камнями. Вы можете перейти на наш сайт курса массажа Ольги Бугановой и оставить свою заявку на приобретение такого видео урока. Длится он около 4 часов. Также вы можете получить сертификат. Друзья, я с вами прощаюсь. Всем до встречи. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нас. Пока.